Девушки отдыхают Не спешите возмущаться, на самом деле это закуска Просто выглядит как торт, точнее торт-сэндвич Готовится удивительно просто из ломтиков хлеба, рыбы и сыра Из основного вам понадобится тостовый хлеб, творожный сыр, огурец, зелень и горбуша горячего копчения Вот такая вот Вообще все эти ингредиенты по отдельности хороши Но если их замешать, да еще и сделать как мы сейчас делаем, то это будет шедевр Это вообще знаете, что-то такое будет похожее на сэндвич, но когда он будет слоями Еще это мне частично напоминает фингер сэндвич Это вот в Англии такой подают сэндвич на afternoon tea у них Five o'clock afternoon tea с чайком Фингер это палец, то есть небольшие бутербродики размером с палец Наш тортец будет гораздо больше, но не менее вкусным Начинаем с рыбки Горбуша горячего копчения Не самая дешевая рыбка, скажем так, по чесноку, но ради такого блюда можно приобрести На самом деле я просто взял лучший вариант Вы можете взять вообще консервированную рыбу Только нужно ее как следует слить, чтобы жидкости там не было Можно вообще даже не обязательно брать рыбу Ну, в общем-то да Можно взять мясо горячего копчения, курицу Абсолютно верно, Максим Александрович, хорошая заметочка С горбуши снимаем кожу и отделяем мякоть от косточек Сначала снимаем спинку В спинке косточек нету, поэтому можете смело прям сразу же вот так вот отправлять в мисочку Опа А теперь ребрышки Так как рыба мягкая, все косточки остаются на скелете А филе рыбы остается без костей Берем аккуратненько вот так вот Весь этот хребетик и поднимаем вот таким вот образом Опа И руками вот так вот пальцем проверяйте, чтобы не было костей Все, скелет у этой рыбы элементарный Поэтому косточек у вас не попадется Берем вилку и начинаем просто вот так вот эту рыбу перемалывать То есть нам нужно добиться консистенции риетта Ну что-то такое, знаете, паштетное, но с кусочками Вот эти где-то видны косточки немножко так, хоп Чуть-чуть маленькие совсем, незаметные Косточки лучше убрать Подавиться такой рыбной костью очень неприятно Мэри, ты знаешь способ, да, если человек подавился едой, что делать сразу надо? Иди покажу Внимание, показываю мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи Я, кстати, недавно прошел курсы первой медицинской помощи для всей семьи Если человек подавился вдруг едой, такое бывает Бить по спине вообще нет смысла Ваша задача подойти сзади, найти вот эту точку Вы кладете кулак сюда, затем сюда кладете вот так вот руку и делаете вот такие вот движения Вот так вот, раз, раз, раз и у человека в какой-то момент выплевывается Просто запоминайте, если вдруг человек очень большой, вам охвата рук не хватает Просто давите как можете, вот так вот А если это ребенок, дай ребенок, сядь ниже Если ребенок Встаете вот так на колено, потому что ребенок маленький Делайте такие же движения, вот так, раз, два, три Все Мы признаем, насколько это нелепо выглядит Вы, конечно, посмеетесь, но приемы запомните Вдруг придется спасать человека Продолжаем заниматься начинкой для торта с сэндвичем Следующий ингредиент – яйца Добавляем их прямо к рыбе Отварите несколько штук заранее и остудите И самая фишка – резать не надо Скидываем таким вот образом И просто берем и вилочкой переминаем вместе с рыбой Ну круто же, круто Я помню вот эти фингер-сэндвичи, конечно, в Лондоне Мне так нравилась эта традиция Five o'clock afternoon tea Это традиционное чаепитие в Англии после обеда Когда до ужина еще далеко Чай меняют сколько хочешь раз Там такой, секой, эрл-грей, там зелененький На-на-на, красный, там туда-сюда Один раз заплатил, и чай тебе меняют И приносите этажерку, на ней фингер-сэндвичи лежат Всякие там сконы лежат Всякие мини-десертики туда-сюда Да, и ты одно ешь, второе чайком запиваешь, класс Перемололи яйца Теперь очень важная Приправка Это листики тимьяна Вот тимьян просто с рыбой горячего копчения С яйцами идеально сочетается Еще есть второе название у тимьяна Чебрец Вы думаете, чай с чебрецом? Это что? Чай с тимьяном Тимьян с овощами хорош С рыбой хорош С курицей хорош С мясом хорош Ко всему подходит Нарвали листики и мелко рубим ножом И добавляем к рыбе и яйцам Перемешиваем Сушеный тимьян в этом случае не подойдет Потому что блюдо не проходит никакой температурной обработки Ароматы просто не раскроются Теперь, друзья, вяленые томаты Мои любимые У них концентрация кислоты и сладости Нужно небольшое количество добавить туда Так будет еще вкуснее Меленько его рубим Пока масса получается слишком рассыпчатой Она должна быть чуть-чуть плотнее Чтобы можно было ее потом спокойно намазать на хлеб Поэтому ложечка сметаны Сделает консистенцию Как надо Раз Чуть побольше Перемешиваем Что классно в этом рецепте Что тут нету температурной обработки Ничего не надо делать По сути, надо все замешать Подготовить А потом сформовать И все Не надо даже плиту включать Только яйца сварили заранее Первая рыбная начинка с яйцами готова Делаем начинку из творожного сыра Это творожный сыр с ароматными травами Это будет начинка номер два Она будет такая нежная, вкусная Не жалейте, тут у нас порций много будет Ох, классная текстура То, что надо Добавим свежей зелени туда У меня здесь укроп и петрушка Шинкуем их мелко ножом И отправляем в творожный сыр Представляете, да? Вот можно просто вот это на хлеб все намазывать И уже есть Уже будет классно и вкусно Но мы сделаем с вами еще и стильно Интересно, я же вам обещал тортик А-ля тортик Вот скоро мы его и получим Сырно-творожная начинка готова Можно собирать тортик Нужна прямоугольная форма для выпечки Форму для начала нужно простелить пленочкой пищевой Потому что так будет проще потом доставать, формовать, фиксировать и так далее Опа Пленка для того, чтобы потом торт можно было легко извлечь из формы Перевернув его И первый слой, то есть верхушка У нас будет из тонких слайсов длинноплодного огурца Берем экономку И вот так вот раз Потом вот два Три Прямо надавливаете так прям хорошо Чтобы у вас давление было И старайтесь сделать в одном направлении Угол не меняйте Вот идете по одной стороне По одной стороне и заканчиваете Потому что только так у вас получатся Вот такие вот широкие ленточки Теперь прокладываем огурцом форму изнутри Опа И краешки у вас должны быть вот здесь И делаем это обязательно внахлёст Чик Видите, почему важно, чтобы огурец был длинноплодный? Чем длиннее, тем лучше Будет огурчик хрустящий Травки ароматные Сыр творожный, нежный, вкусный Все как надо А дальше выкладываем слои хлеба и начинок Хлеб используем тостовый Отрезайте корочку Просто она сухая Будет мешать нежной текстуре нашего блюда Примерьтесь Вот так вот Нужно капельку отрезать И он туда по длине идеально хлебушек зайдет И начинаем выкладывать хлеб Сюда кусочек Потом сюда кусочек И вот это вот длинный Чуть-чуть его так отрежем И вот так вот кусочек То есть каждый кусочек хлеба должен четко ложиться в форму Теперь сверху выкладываем рыбу Только смотрите, вот эту рыбу нашу делим на две части Сначала один слой, потом еще хлеб А потом еще один слой Вы такие Ой, Санька, что творит, а? Что за вкуснятина получится? Но то, что это вкусно, уже понятно И ложечкой прессуйте прямо Не должно быть никаких пробелов Все должно быть ровно и аккуратно То есть постарайтесь, чтобы рыба везде попала В каждый уголок по площади Тут должен быть плотный тортик такой Если будет рыхлый, он потом развалится А плотненький будет держать свою форму Сверху на рыбу вновь выкладываем ломтики хлеба Потом вторая часть рыбной начинки И опять слой хлеба Теперь пошел творожный сыр Вот так вот его прям Опа Мы же это уберем в холодильник Он станет плотнее, потом будет держать форму Ну и плюс, конечно, своей нежностью пропитает хлеб И хлеб будет потом еще вкуснее Он прям будет таять во рту Вот так вот размазывайте равномерным слоем И финальный слой торта Хлеб Обрезки не вздумайте выкидывать Это перевод продуктов Просто кухня категорически против Вот эти корочки берете Выкладываете на противень от духовки Выдавливаете на них немножко чеснока Посыпаете чуть-чуть паприкой Немножко маслица подсолнечного или оливкового Перемешиваете и в духовку на 180 градусов на 5 минут И у вас будут вот такие вот модные хрустящие палочки К супчику самое то А наш тортик мы накрываем пищевой пленкой И немного утрамбовываем Еще завернем одной пленочкой, чтобы было плотнее И отправляем это в холодильник Чтобы все пропиталось, зафиксировалось и стало плотным Тортику потребуется пара часиков не меньше Зато после полного остывания Его легко можно будет нарезать Слушайте, какой красавчик, а Ну давай, давай, покажи, какой ты получился Раз Вау Ой, какой красивый срез, вы посмотрите Вроде сэндвич, а вроде бы выглядит гастрономично Его хоть руками ешьте Хоть приборы к нему Дорогущие серебра подавайте В любом виде это зайдет Я без какого-либо высокого аристократизма Попробую это блюдо руками Мне так хочется Все хорошо здесь Горбуша горячего копчения Дворожный сыр Помидоры вяленые Все это прямо ощущается Ты прямо ешь хрустящий огурчик и нежный хлеб Вот это вот бутербродик, а Для торта сэндвича возьмите Тостовый хлеб, горбушу горячего копчения Яйца, длинноплодный огурец Сметану, творожный сыр с зеленью Вяленые томаты, свежий тимьян, укроп и петрушку Порция многослойного сэндвича 172 рубля